В последнее время я получаю все больше комментариев с просьбой разобрать новое видео Дмитрия Головинского про подтягивания, где он предлагает их атаковать и бомбить в лучших традициях Игоря Войтенко. Ты все, ты уже в игре, ты заряжен, ты чувствуешь, насколько круто, что ты встал. Но, скажу честно, никакого желания осмотреть очередные глупости этого напыщенного самовлюбленного фитнес-эксперта у меня нет. Еще в прошлом году я наглядно доказал, что за всем этим его образом не стоит никаких реальных знаний. В действительности его понимание физики, биомеханики, базовых процессов, связанных с упражнениями, находится на крайне низком уровне. Я также отдельно сделал ролики, почему его рекорды, так называемые, на самом деле являются обманом, и я рекомендую посмотреть их по ссылкам в описании. Сегодняшнее видео я решил записать для тех, кто по какой-то причине пропустил мои прошлогодние доказательства, и потому что я хочу представить новые моменты. Давайте все вспомним, что говорил Дмитрий в прошлом году, когда пытался представить, как будут выглядеть подтягивания с отключенными бицепсами. Дорогие друзья, на самом деле совсем несложно определить роль мышц, который участвует в подтягиваниях обратным хватом, через некую вполне себе конкретную модель. Так как упражнение несложное, двухсоставное, у нас здесь есть, собственно, наш вот, человечек, который осуществляет подтягивания. У нас есть как раз-таки соблюдение условий, которые обозначали в самом видео Кучунов, то есть у нас жестко триксированное предплечье, и у нас движение осуществляет тело. При этом у нас есть подвижные локтевые и плечевые суставы, а в качестве мышц мы используем резиночки, то есть видно, что мы реализовали в данной ситуации широчайшие мышцы спины, вот они, видно их, соответственно, точки крепления. А также видно, что мы реализовали и бицепсы, тоже видно их точки крепления. В данной ситуации модель находится в том состоянии, в каком она находится в случае сокращения мышцы. Если мы вот так вот ее оттянем, то видно, что человечек у нас прекрасно выполняет подтягивания, и никаких сложностей у него не возникает. Вот она модель в готовом виде. И давайте сейчас произведем ключевое измерение и уберем бицепс. Вот мы снимаем бицепс с его точки крепления в районе клювовидного отростка лопатки. И что же у нас в итоге произойдет? Мы потеряли точку фиксации нашего предплечья. У нас человечек даже при условии полностью сокращенной широчайшей мышцы не может находиться, не может удерживаться в положении, в котором он должен находиться. У него происходит вот такой вот довольно существенный слом. Даже если мы здесь приложим усилие и выполним подтягивание, то у нас видно, что оно категорически не получается. Человечек, видно, оказывается в итоге вниз головой. И выполнить подтягивание в таком виде абсолютно невозможно. И выполнить подтягивание в таком виде абсолютно невозможно. И демонстрация подобной модели для иллюстрации своих слов является наглядным доказательством того, что Дмитрий не имеет ни малейшего представления о ньютоновской механике. Возможно, в то время, когда ему учитель рассказывал про центр тяжести, он прогуливал уроки в качалке или где-то витал в облаках. Но в любом случае, именно центр тяжести будет выступать стабилизирующим элементом в данной конструкции. А поскольку у его человечка этот центр тяжести смещен, то мы видим именно то, что с ним и происходит. И ноги у него почему-то взлетают в небо. Я уверен, что любой зритель этого канала, который наверняка пытался сам делать передний виз, понимает, что нельзя сделать передний виз просто расслабив свой бицепс. Ноги от этого в небо улетать не будут. Но Дмитрий настолько глуп, настолько необразован, настолько не понимает, о чем он говорит, что его нисколечки это не смущает. Более того, в прошлом году я попытался в реальности воспроизвести, что будет происходить с телом, если отключить бицепсы. Для этого я использовал гравитационные ботинки, я использовал цепи, которые по плану должны были заменить мне предплечье. Соответственно, ботинки иллюстрировали работу в локтевом суставе и показал, что если бицепс вообще не работает, то подтягивание будет выглядеть точно так же. Люди, обладающие критическим мышлением, обладающие определенными знаниями в области физики, естественно, поняли, что мое доказательство – это наглядная демонстрация того, как все и будет. К счастью для Дмитрия, большинство его аудитории не обладает мозгами. Они тупые и они слепо верят тому, что им говорит их главное и не ставят под сомнение его слова. К сожалению, к сожалению, это очень и очень плохая тенденция, потому что чем меньше людей, которые ставят под сомнение то, что им говорят, тем хуже будет ситуация в мире. Я не смог найти человека, у которого не было бы рук, но я нашел человека, который подтягивается и которого нет одной руки. То есть бицепс у него физически отсутствует и не может никак повлиять на подтягивание. Согласно теории Дмитрия Головинского, при этом у него ноги должны задираться куда-то там в небо. Поскольку бицепса нет, остается одна рука с одним бицепсом, стабилизировать все гораздо сложнее, ведь бицепс – это у нас главный стабилизатор. Но в действительности, давайте сами посмотрим. Если у кого-то после просмотра этого видео возникает глупая мысль, что отключив вторую руку, подтягивания изменятся, я предлагаю вернуться к школьному курсу физики, сесть за учебники, перестать смотреть всякую ерунду на ютубе, перестать играть в компьютерные игры, перестать смотреть сериалы и заняться самообразованием. Потому что, ребята, вам не хватает базовых знаний, вещей, которые должен принимать любой человек. Именно поэтому их и дают в школе, чтобы вы не были такими глупыми. Если убрать вторую руку, ничего в подтягиваниях не изменится, они будут выглядеть точно так же. Поэтому люди, которые говорят, что подтягивая нижним хватом, оно на бицепс, ведь бицепс там очень сильно работает. Какую чушь вы несете? И это печально. И это печально. Печально, что люди вместо того, чтобы думать головой, вместо того, чтобы анализировать, слепо верят тому, что им говорит какой-то качок без образования, без знаний, каким-то образом, я думаю, ошибкой выжившего, добившейся более-менее значительных результатов. И люди просто готовы. Хотя, о чем это? Люди несли деньги Блиновской, несли миллиарды рублей Блиновской. Для того, чтобы у тебя были деньги, ну, в это надо верить просто. Инфоцыганщина процветает во всех направлениях, но мы будем с ней бороться. Научный подход, доказательная база, физика и основные принципы, базовые принципы, на которых устроен мир, это именно то, что даст нам понимание того, как все устроено, ребят. Если вы продолжаете его смотреть, то я не рекомендую тратить на него время. Человек не знает, о чем он говорит. Слушать его советы про подтягивание все равно, что слушать мои советы по, не знаю, жиму лежа. Хотя я сам меньше, чем за месяц с пустого грифа поднялся почти до жима соточки. И, пользуясь случаем, хочу передать привет Юрию Спасу Кукотскому, я приду за тобой. Но, тем не менее, то, что я поднялся до такого уровня, вовсе не значит, что я разбираюсь отлично в этом упражнении, настолько, чтобы советовать другим людям. Я не понимаю это упражнение настолько, чтобы объяснять другим людям, давать им советы, составлять программу. То, что я смог самого себя прокачать до такого уровня, это вовсе не является показателем. В отличие, например, от подтягиваний, где я абсолютно уверен в своих знаниях, и я знаю, что говорю, и моя информация, и то, что я знаю, может помогать абсолютно любому человеку научиться подтягиваться и подняться там с нуля до десяти, подтягиваться до двадцати и до тридцати. И в своей бесплатной образовательной программе «Сотка», ссылочка будет здесь и в описании тоже, я всем этим делюсь совершенно открыто и бесплатно. Так что просто берите, пользуйтесь, там все по шагам расписано, все работает. Отдельно печально то, как он себя ведет, то есть это не просто глупость, это настоящая такая воинствующая глупость, просто вот боевое невежество, да, которое настолько невежественно, что уверено в своей правоте. Это просто отличный пример эффекта Даннинга-Крюгера. Эффект Даннинга-Крюгера – метакогнитивное искажение у низкоквалифицированных людей. Они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не осознают этих ошибок из-за неполноты знаний. Умений и навыков, приходя к ложному определению пределов компетенции и завышению представления о своих способностях, даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях. Я думаю, что после сегодняшнего видео у вас не останется вопросов относительно того, разобирается ли Дмитрий Головинский в подтягиваниях или нет. С вами был Антон, канал Стритворкаут. До встречи на уличных площадках вашего города. Пока! Греческий герой Тисей сплавал на Крит и победил там Минотавра. А когда вернулся в Афины, местные жители решили хранить его корабль в порту как памятник. Но вот проблема. Судно начало гнить, и в нем меняли доски. Но такие же, только новые, одну за другой. Со временем в нем не осталось ни одной исходной доски. Вопрос, является ли этот корабль кораблем Тисея или больше нет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова